Явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Божией, явленное к нам в благости Его. Вот ни одна религия в мире этого сказать не может. Вот одной этой фразой мы уже возвышаемся над тем, что было в древности и что может быть в будущем. Слово благость означает всеобщая, полная, доступная доброта. Вот почему непонятно. Никто не благ, а только Бог. Слово благ значит добр. Когда юноша сказал, учитель благей, что мне делать? Означает благой, как добро в самом начале. Самосущественное добро. Говорят, люди призваны любить друг друга. Ни призваны не любить. Люди призваны уничтожать друг друга. У людей все перевернутся. Маленький ребенок, вот это ангелы. Это не ангелы, это грешники. Это маленький осленок. Так написано, и рождается ребенок подобно дикому осленку, даже не домашнему. Беззаконие, зачатие. Давайте мыслить критериями Библии. Что она о нас говорит? Никто не благ. Почему? Весь мир лежит возле. Нет делающего добра. Нет ни одного. Все согрешили. Непрерывно подчеркивается. А как же человек добрый? От Бога. В природе нет этого добра. Нигде. Потому что все испорчено грехом. И нет того закона, чтобы любить. Закон такой вырвать. Меньшего оттолкнуть. Теория ниши, это самая популярная теория была у Дитлера. Но она самая популярная и в стране, и везде. Вырвались власть депутата. Они давят и давят законы, принимают грабительские. И везде. Закон любить только от Бога. Только свыше. А то, говорит, душа по природе христианка. Никогда не верьте этому. Сначала спросите, а по какой природе? Ну как, мы все родились, и нас к Богу тянет? Нет. Нас тянет оторвать себе и другому не дать. Душа по природе сотворенная в раю, христианка. А сегодня она язычница. Любая. Вот в христианской семье ребенка не учите, не показывайте, как молитесь. Если он даже на четвереньке как встал, так и будет стоять. Домашний маугли будет. Он будет подражать собакам легко, обезьянам. И Господь явил свою любовь к нам, благодать в благости к нам. Вот посмотрим, как Слово Божие смотрит на это Слово. Чтобы нам попасть под эту благость. Чтобы эта благость отразилась на нас. Чтобы эта благость через нас пошла, как от Света, от Солнца. Римлянам 2.4. Или пренебрегаешь богатство благости, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. И вот ее качество. Бог так окружает человека добром, чтобы он смирился, полюбил и подумал, другому тоже надо это добро. Надо ему немножко что-то уделить. Правительство без благости это разбойники у власти. Милиция без благости это разбойники в погонах, оборотни вот что пишут. Судьи без благости, без доброты от Бога. Это разбойники вряд лица, хоть они надели вот такие черные одеяния и прочее. Благость ведет к покаянию. В это Слово включается великое Божие долготерпение. Бог не желает смерти грешника, чтобы все пришли к покаянию. А зачем это Богу нужен? Благ. Бог благ. И от него исходит благость. Почему Бог сразу не уничтожил весь мир? Благ. Оставил семя. Дальше. Почему Он сразу не уничтожил всех революций? Благ. Продолжается жизнь. Сираков 31.15 Здоровье и благость тела дороже всякого золота. И крепкое тело лучше несметного богатства. Здоровье дает Господь нам по благости. А если дал по благости, куда его употребить? Люди придумали совершенно неверное изречение. Его любят медики. В здоровом теле здоровый дух. А ты посмотри, когда пишут бандиты и прочее. Олимпийские чемпионы участвуют в этом. С Афганистана вернулись не калеки. Самая потрясающая мафия. Так что итальянская и американская трясется перед той, которая отсюда приехала. А если было бы в благости, человек покаялся, исполнился доброты и думал, а где бы еще сделать добро? Были такие святые, как Иоанн Милостливый. Это человек высокого полета ума. Но он все время принижал себя и смотрел на землю. Кто идет бедный? Как у Василия Великого. До трех тысяч человек питалось нищих. Социально от обеспечения не было пенсии. И если у него собиралось меньше ста человек за столом, он сидел и за столом и плакал. И спрашивает, а на что плачешь? Видно, Бог меня прошел благостью своей мимо. Так мало послал мне сегодня людей. Мало к моей чашке. А эти у людей-то наоборот закрыли, чтобы в чашке-то все мое осталось. Да еще и с детьми при разводе с женами делятся, да еще судятся. А благость не так делает. Она делает, как Павел Препростой. Тебе нравится эта жена, ты ее обнимаешь. Не прячься, бери. Ну и дети тоже в прессах. Я пошел, ушел в пустыню. Вот как. Почему благость охватила его. А далее, мы не знаем, сколько там людей жило в той местности, может, десять тысяч. Имя одного его оставилось. Павел Препростой. Где благость, там простота. Там змей ничего не может сделать, потому что все плывет в доброте. Вторая книга Езры, 5.58. И они возглашали в песнях, что благость и слава его вовеки. Можно ли петь мирские песни? Я не имею определенного указания от епископа, чтобы мирские песни вас заставлять и предлагать. Но скажу, есть очень хорошие песни. Хорошие. Которые говорят о доброте, о любви к матери, о большой дружбе, даже о патриотизме. Потому что Бог благ вовек. И благость его вовек. И об этом нужно песни петь. Тем более божественные, которые мы здесь поем. В каждом куплете, в каждой строчке благость Господня. О чем вы пели? Я ведь забыл. Следующее пока поешь, а первое забыл. Скажи о доброте Божии. Как Бог благ? Как Он близок к сокрушенным сердцам? Как Он добр? Третий езр 7.68 Если бы не даровал Бог по благости Своей нам, милости, то не могла бы остаться в живых десятитысячная часть людей. Какая точность? Даже не тысячная. Только по милости Бог сохраняет остаток. Вот болезни какие-то, а самая эпидемистанция, это ничто не поможет, когда сойдут с неба язвы. Когда опрокинутся эти кодильницы, которые в руках ангелов, откровения читаем. Сегодня держится мир по благости. Я постоянно подчеркиваю, мы переживаем невиданную свободу, золотое время. И особенно для нашей общины. Чего нам только Бог не дал. И все это по благости. Вы посмотрите на наших глухонемых, когда они заходят в трапезную. Посмотрите на их глаза, сколько в них радости. Они обрели себя, они нашли себя перед Господом. Им все рассказывает, специально человек выучил азбуку, специально переписал оглухонемая. В них столько любви открылось. Почему? Благость развязывает язык, благость открывает глаза, дарует здравие. Человека поднимает, он сам себя не узнает. Где бы они были сегодня, вообразите. К ним как относятся, с каким зазрением. Да и старые, у которых никого нет. Даже родные дети-то и те не всегда рады родителям. А ты-то здесь, ты личность. С тобой сам Бог разговаривает. Бог и Его к тебе обращает. Великое слово любви. Как он благ. И третья книга Езрю 8.37. В том-то и возвестится правда твоя и благость твоя. Что ты оказываешь милость и тем, у кого нет и существа добрых дел. Откажется бы. Человека надо немедленно этого ликвидировать. Живет. И знаешь, что он уже отсидел не один срок, получает пенсию в доме инвалидов. Теперь он других там третирует, преследует. Зачем он живет? Зачем этот человек место только занимает на земле? Зачем он пищу портит? Один ответ. По благости Всевышнего. Бог сотворил и ждет покаяния. И ты многого можешь не знать, даже забыть библейские примеры, но повторяю. Как Бог благ к чистым сердцам, к сокрушенным. И Он меня нашел. И я не могу вынести приговор никому, а скажу, мой Бог благ терпит меня, а про остальных и не буду говорить, все остальные лучше меня. Премудрость 7.26. Премудрость есть образ благости Его. Значит, и грамоту, которую мы достигаем здесь, учимся, это все по благости Божией. Ведь как-то я прочитал, даже молча и вдруг в мозгах, в памяти сохраняются. И во время беседы ты знаешь какое-то слово, изречение какое-то, ставить все это по благости. Бог наполняет нас знаниями мудрости, а по великой милости и премудрость может быть дана. Премудрость разумения Слова Божия, премудрость разумения психики человека, психологии. Как Ему помочь? Это все по Твоей благости. И премудрость 12.22. Когда судим человек, то помышляем мы о Твоей благости. И когда бываем судимы, ожидаем помилования. Мы должны помнить о благости Божией. И прости нас, Господи, как и мы прощаем. А мы прощаем, потому что Ты нас просил. Приготовьтесь, вооружитесь той же мыслью страдать. А вот верующие на меня беды, все неурядицы. Это путь наш. Другого нет. И ангелы сатаны непрерывно жали через самых ближних. Это надо принять, сделать нужные выводы и сказать благодарю. А чем это закончится, я не знаю. Но этим случаем надо непременно воспользоваться. Когда мы судим и когда нас судят. Все это по благости, по великой милости. Псалмопевец Давид, слово благость, это не такое часто употребляемое слово. Но в словарях все-таки указывается значение его. Давид десять раз повторяет в одной псалтыре. По благости Твоей Ты пощадил меня. Как Бог благ. И опять начинает. Как Бог любит меня. Он меня опять сохранил. Я сижу здесь в пещере. Благодарю Тебя, Господи. И семью мою Ты не до конца уничтожил. Как благ Бог. Все время нужно повторять, прославляя Бога. Вот почему он пишет в Псалм 24 стих. Ты встретил, о себе говорит как бы в третьем лице, Его благостынями, благости Его. Слова-то какие. Самой благости еще и какие-то благостыни. Откуда слова все эти берутся? Можно только сказать, великая любовь покрывала множество грехов. Поэтому никогда не отчаивайся. Прибегая к доброте Твоей, упал. И безнадежно все отвернулись. Какой поганец? Жил рядом и что творит? Благ Бог. Бог силен помиловать и меня. Прости меня, Господи. Потому что благостыния Его полны неба и земля. Солом 67.11. Народ Твой славил Тебя по благости Твоей. Чтобы народ был единодушен, говорят, нужна идея, объединяющая. Никто не объединит, кроме Бога. Я вывел в Свою. Дети, воспитанные во Христе. Это означает, кто их воспитывает, должны в благости быть. И дети будут в благости Божией. Они все будут приписывать Богу. Если согрешил, где есть раскаяние, ты скажешь, по благости Бог не дал мне погибнуть. Если был рядом с грехом, совсем близко, и ты этого не сделал, не взял, не сблудил, не своровал. По благости. Бог по лезвию провел меня и возвратил. Это благость Его. Надо глаза открыть и увидеть, что мы находимся по благости. Пол по нам и не провалился по благости. Получили этот дом по благости. Утром пришли, земля покрыта снегом. Как все красиво. По благости. Захария 9.17. О, как велика благость Его. Ибо хлеб Его дарует совсем. И язык Он развязывает юношам. И дарует вино от раковицам. Вот считаешь, какое же вино от раковицам? Их надо беречь от этого, чтобы стаканом пива даже не попал. Понимай по-другому. Что вино строгости особенно нужно девицам. Вино это всегда строгость означает. Не повреждай вина и елея. Поэтому, если у тебя есть дочь, не дремли. Усиль на ней надзор. Если у тебя есть дочь, не показывай веселое лицо. И так от раковицам дайте вино. Видите, какая расшифровка. А то, говорит, я читал. Это не газету читать. Римлянам. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения. Да, Бог ведет нас в покаяние. 11.22. Видишь, благость к тебе, если пребудешь в благодати Его. Если пребудешь. А если нет, лишаешься и благости. Ефесянам 5.9. Плод же Духа во всякой благости. Человек отмучается. То ли я рожден свыше или нет. Есть у меня Духа или нет. По благости. Определяй. По благости, праведности и истине. Праведность от Бога. Стремление жить по Его заповедям. И нигде не нарушать. И в истине. Любить истину. Самая маленькая ложь, чтобы тревожило сердце. В колоссе нам 3.12. Облекитесь в благость. Смеренно мудрее. К ротости, долготерпения. Одеть надо, как одежда, эта благость. Мы на это собраны здесь. Для этого Бог нас сотворил на добрые дела. И Матфея 19.17. Когда сказано было, что никто не благ, а только Бог. Значит, если мы добрые, то только от Него. И об этом говорит Псалмопевис 10.42 и Пророк Михея 6.8. Что без благости мы здесь бы не были. Без благости Божьей мы бы не обратились. Без Его великой милости и любви нам бы ни встречи не вышел человек, который имеет Евангелие. Оно бы к нам в руки и не попало. И вот так охватишь всю мировую историю и видишь, всегда и везде была милость Божия и благость. И это чтобы Слово Божие для нас было расшифровано, правильно понимаемо, только на основании Священного Писания. Аминь.